МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале УТС Время новостей в студии Светлана Антимонова. Здравствуйте. И начнем выпуск с экстренного сообщения. Сегодня утром трехлетняя девочка погибла во время утренней прогулки в детском саду Первомайского района Новосибирска. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета, предварительная причина смерти девочки – асфикция. Сейчас ведутся следственные действия. 7 декабря 2015 года в одном из детских садов в городе Новосибирск искончалась трехлетняя девочка. По предварительным данным, во время утренней прогулки ребенок проснул голову между лесенками игровой горки. Несмотря на предпринятые со стороны воспитателя детского сада мероприятия по оказанию первой помощи, ребенок погиб. Предварительная причина смерти девочки – асфиксия. По данному факту, следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. К другим темам. 52 ребенка. Столько детей усыновили жители области за год. А больше 600 взяли под опеку. Новосибирск отметил день усыновления. Для сотен родителей в приемных детей устроили праздничный концерт. Чита Афанасьевы с дочкой Жанной пришли на праздник одним из первых. У супругов уже взрослые дети и есть внуки. Четырехлетнюю Жанну забрали из детского дома в апреле. Теперь без слез говорить об этом не могут. С приходом нашей девочки у нас вообще все в корне изменилось. У нас дом расцвел. Жизнь вообще изменилась. И вообще чувствуется счастье в доме, солнце в доме. И дети выросли, все стали жить отдельно. А Жанны нам, конечно, не хватало. Мы долго к этому шли, лет 7, наверное. И я думаю, что хорошо, что мы к этому все-таки пошли. День усыновления общественная организация «День Аэста» проводит пятый год подряд. Для малышей и их родителей фотосессии, аквагрим, шоу мыльных пузырей и другие развлечения. На празднике не только те, кто создал приемную семью в этом году. И много уже и опытных усыновителей. За 10 лет желающих принять ребенка в свою семью, на такую форму семейного устройства, как усыновление, стало, несомненно, больше. А вот детей, которых можно усыновить, стало меньше. Ну, наверное, это хороший результат. К десятилетиям мы подошли с цифрами. В нашу школу прошли более, около двух тысяч человек. И детей приняли практически половину. То есть тоже уже подбирается к тысячам. Когда выяснилось, что нас оставила, биологическая мама, нас отправили в детский дом. Папа, я помню, покрутил меня там, у себя, на руках. Это кадры из фильма об усыновлении. Его показали гостям перед концертом. История, рассказанная детьми, которые брали счастье в приемной семье. Знакомая каждому в этом зале. Я уверен, что лучше, чем детский шум, детский разговор. Ничего нет. Я уверен, что из этих маленьких ребятишек вырастут порядочные, умные люди, патриоты нашей Родины. Благодарственные письма от имени губернатора вручили меценатам, волонтерам и всем, кто постоянно помогает рабочей прессной организации День Аиста. А завершился День усыновления праздничным концертом, лейтмотивом которого была мысль о том, что детская сказка не кончается. Никогда. Борис Киргенеков, Александр Егоров. Новости ОТС. Вы смотрите новости дня на канале ОТС. Сейчас в событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Российская газета открывается статьей «Россия ограничила ввоз продуктов из Белоруссии». С сегодняшнего дня запрещается ввозить молоко в производство пяти белорусских предприятий, а для фруктов и овощей начинает действовать специальный фитосанитарный режим. Как ранее сообщали в Россельхознадзоре, на запрещенных молочных заводах использовали сырье с предприятий третьих стран, не обеспечивали должный госконтроль за продукцией, были выявлены случаи подделки ветеринарно-санитарных документов. Спецрежим нужен для предотвращения ввоза в нашу страну продукции неизвестного происхождения, в том числе товаров, на которые распространяется продовольственный эмбарго в отношении стран Евросоюза. Коммерсант пишет, сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, запрещающий курить людям моложе 21 года. Статья опубликована со ссылкой на пресс-службу парламентария. По словам господина Белякова, в настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по количеству курящих. От заболеваний, вызванных курением, в России ежегодно умирает по разным данным от 400 до 700 тысяч человек. Это цифры, сопоставимые со смертностью от алкоголя, цитирует сенатора пресс-службы. Напомню, ранее Беляков внес законопроект о продаже алкоголя с 21 года. И портал ЛЕНТРУ сообщает, разработчики объявили о завершении создания ГЛОНАСС. Навигационная система предъявлена для финальных испытаний заказчику Министерства обороны России. Как отмечает издание, ГЛОНАСС предполагалось официально передать заказчику еще в 2012 году, после завершения федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система». Однако у военных на тот момент оставались вопросы относительно функционала наземного комплекса управления системой, не соответствовавшего техзаданию, выданному Минобороны. Праздник «Тысячи лампад» прошел в Новосибирске. Это важнейший памятный день для всех последователей буддизма. В частности, и для бурят, которые в областном центре около 10 тысяч человек. Наша съемочная группа побывала в местном буддийском храме и познакомилась с этим необычным для новосибирцев обрядом. Зулах-Урал или праздник «Тысячи лампад». Почти шесть веков назад в этот день великий реформатор Тибета Джей Цзанкапа ушел в нирвану. Он начал медитировать, а через некоторое время предстал перед окружающими людьми в образе юного Будды. Сегодня этот день буддисты отмечают особым молебном. Служба идет на тибетском языке. А с наступлением темноты внутри и вокруг храма зажигают тысячи масляных лампадок. Когда темно в комнате, мы зажигаем огонь. И тем самым мы рассеиваем тьму. И подобно этому мы должны рассеять в нашем сознании мрак неведения, для того, чтобы препятствия увидеть, устранить. Сегодня зажечь лампады пришли несколько десятков человек. Данзан живет в Новосибирске уже более 20 лет. Но традиции предков не забывает. Считает, что каждый верующий обязан в этот день отдать дань духам. Мы все хотим избавиться от страданий в этой сансарии, то есть колесе прирождения. А вот это символизирует просветление нашего ума, взгляд вперед, освещенный этими свечами. Перед тем, как войти в храм, каждый гость вращает колесо перерождения. Считается, что если при этом загадать желание, оно обязательно сбудется. Кроме того, на территории храма стоят бурятские юрты, где каждый желающий сможет не только познакомиться с бытом и культурой кочевых народов, но и попробовать национальное блюдо – буузы. Едят их руками. Похоже на наши манты. Издревле это считалось пищей богов. Буузами почивали лучших гостей. Сегодня без этого блюда не обходится ни один бурятский праздник, в том числе зула. Причем в этот день угощений должно быть особенно много. По преданиям, все умершие предки снова приходят в свои семьи. Еды должно хватить на всех. А зажженные лампадки горят до самого рассвета. В память о великом учителе. Елена Мирошниченко, Евгений Агеев. Новости ОТС. И о спорте «Сила духа» не пустое слово. В Новосибирске прошли соревнования по смешанным единоборствам – ММА – на кубок имени святого князя Александра Невского. В этом году в Новосибирск приехали участники из Красноярского и Алтайского краев и из Кемеровской, Томской областей. Особое внимание уделили памяти Александра Невского. Организаторы и приглашенные гости отмечали его фигуру как пример для спортивной и здоровой молодежи. Сам кубок рассматривают как разминку перед серьезными стартами на российском и международном уровнях. Наши бойцы все-таки показывают хорошие результаты, хорошие бои. Видно, что за год ребята подросли. Надеемся, что в этом году добьются потенциальных стартов, хороших результатов. И, может быть, кого-то мы увидим на Чиканате России, на Кубке России, на каких-то международных турнирах. И на этом у меня все о развитии событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова